Неожиданное откровение от Елены Зайцевой, подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове, признала свою вину. А потом она заявила в суде, а еще попросила прощения у родных погибших. По словам девушки, вещества, которые нашли у нее в крови, это остатки обезболивающего после черепно-мозговой травмы. Она страдает от головных болей и принимает лекарства. В итоге суд оставил Зайцеву в СИЗО до 10 февраля. Я знаю, что это ничего не вернет, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно оскорблю, я молюсь каждый день за всех погибших и за всех потерпевших. Если бы можно было что-то вернуть, я бы отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я никогда больше не сяду за рулень, я боюсь этой мысли. В следствии Зайцевой выявлены лекарские средства, фенобарбитал, кодеин, проявляющие слабкий, наркотический, опиатный, табуло-заспокийливый эффект. Там и табулиты анальгены, которые не рекомендуются для приема водителям транспортных средств. А вот второму участнику ДТП Геннадию Дронову сразу после начала слушаний стало плохо. Врачи скорой поставили капельницу, но в больницу не забрали. Оставили судьям документ о том, что в госпитализации Дронов не нуждается. Авария в Харькове, напомню, произошла 18 октября. Лексус Елены Зайцевой на большой скорости столкнулся с Туарегом Геннадия Дронова и влетел в толпу людей на тротуаре. Шесть человек погибли. Продолжение следует...